Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Пользуйтесь, все сделано для вас. Достигайте вот этого самого счастья по умолчанию, это все в ваших руках. Ну а сегодня, как и каждую неделю, прогноз на ближайшую неделю, стихия, огонь, знаки зодиака, овны, львы, стрельцы, искорки. Вы знаете, я вас так называю, искристые, ну взрывные не все, львы менее взрывные, но если они уже взрываются, то мало места всем. Так что, люблю я, кстати, стихию огня, не знаю по какой причине, у меня очень хороший обмен энергией, может потому что я вода и мы каким-то образом балансируем друг друга. Не забывайте про акциндент. Акциндент влияет на события, влияет на ваше состояние, влияет на ваше настроение. Поэтому, как я всегда советую, смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акциндента. Как вычислять акциндент, я уже говорила много раз, это легко. В поисковике вносите акциндент и вам выдает сайт, их много. И на этом сайте все объясняется. День рождения, дата рождения, место рождения, ну и если знаете время рождения, и вам выдает в каком знаке зодиака ваш акциндент. Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и конечно улыбнитесь. Улыбка меняет жизнь. Я не устаю это повторять. Я повторяю это практически в каждом моем видео. Ну, кроме коротеньких. Там нет времени на это. Ну что, надеюсь, вы улыбнулись. А мы посмотрим, что же принесет нам ближайшая неделя. А и в конце, как всегда, будет три карты на исполнение желаний для каждого знака зодиака. В этот раз я решила сделать так. Ну вот, три знака зодиака и итоговая карта совета для всей стихии. Начинаем, как всегда, с ОВНов, с первого по гороскопу. Посмотрим, что же у ОВНов в ближайшую неделю. ОВНы в ближайшую неделю будут усиленно работать. Вас ждет именно трудовая неделя, в которую вам придется потрудиться для дохода. Вот так я это вижу. Не вижу я большого возврата именно в ближайшую неделю. Вижу, что будете ждать каких-то выплат. Я делаю уже это только на неделю. Поэтому, если по срокам в ближайшую неделю должны прийти какие-то выплаты, то может быть такое, что вам придется немножко дольше подождать. Когда такое происходит, когда надо ждать, я всегда вам говорю, что отпустите ситуацию. Чем легче вы будете относиться к ситуации, тем быстрее произойдет результат, тем быстрее придет решение. В данном случае из того, что я вижу, быстрее придет вот та самая выплата, которую вы ждете. Если вы ожидаете, что вам отдадут долг, тут я вижу, что в ближайшую неделю, если даже и отдадут какую-то сумму, это будет только часть. В отношениях я вижу все стабильно. Никаких всплесков, никаких падений. В отношениях все стабильно. В здоровье могу сказать, что да, еще поработать над выздоровлением. В ближайшую неделю я не вижу никаких сильных перемен. Такая, вот немножечко не ваша неделя, потому что будете замедляться. Вы привыкли все сразу и вчера, именно овны. А тут придется немножко замедляться, что не свойственно для вас. Ну, смотрим, для львов, что же для львов. А вот для львов, при всем при том, что львы у нас в выжидательной позиции, очень часто, очень много терпения у львов, которое, если заканчивается, то тогда действительно надо прятаться. Ну, это я образно говорю. А вот для львов идет определенный прорыв и определенные достижения. По этой карте это может касаться любой сферы жизни, работа, карьера, бизнес, отношения, финансы и здоровье. Будьте готовы. Все, о чем вы мечтали в предыдущей неделе, ну, я не говорю сейчас о глобальных целях, хотя по этой карте возможны и достижения глобальных целей, но которые были поставлены раньше и над которыми вы работали. А так, я вижу здесь, что это может быть прорыв, что это может быть продвижение для здоровья. Это возможно достижение, возможно выздоровление. Для отношений хочу сказать, возможно положительное разрешение конфликтов, достижение каких-то соглашений, как в личной жизни, так и в работе, карьере и в бизнесе. Это уже именно результат. Я не говорю, знаете, как образно говоря, переговоры прошли, а тут уже достижение результата и получение прибыли, можно сказать. Ну, а когда дело касается отношений и здоровья, я образно сказала, получение прибыли, это значит выздоровление, а в отношениях достижение каких-то высот, достижение какого-то определенного статуса в отношениях, и все это в плюс. Поэтому принимайте, мои дорогие львы, хорошая неделя, такая стабильная, можно сказать. Да, тоже не свойственно вам, но будете радоваться достижениям. И стрельцы. Давайте посмотрим, что же со стрельцами. Ну вот стрельцы сами себя почему-то закрыли. Стрельцы по какой-то причине сами не дают себе продвижения. Или произошли какие-то события, которые обескуражили вас, и вы пытаетесь понять, что же делать дальше, как продержаться на плаву и не утонуть. Это может быть это. А также это может быть влияние именно людей вокруг. Кто-то есть в вашем окружении, что пытается тянуть вас назад. И, как всегда, я повторяю, я не считаю, что есть хорошие и плохие люди. Все люди хорошие, а зависит отношение с людьми, зависит от того, как вы относитесь к себе и к этим людям. Вот тут бы я сказала, что вам было бы здорово прежде всего изменить отношение к себе, соответственно, отношение людей к вам изменится. И вот так оно идет, знаете, как по спиральке меняется ваше отношение к себе, соответственно, отношение людей к вам тоже меняется. И вот так дальше вы еще больше меняете отношение к себе, потому что если вы улучшаете отношение к себе, соответственно, улучшается отношение людей к вам. Вот как это ни странно, наш мир – это зеркало, и отражает оно наш внутренний мир. Помните об этом. И вот тут могу сказать, что для того, чтобы выйти из вот этого ступора, движения назад, знаете, вот откидывания назад, важно изменить ваше внутреннее состояние. И только тогда, только тогда, вот к счастью, к сожалению, я знаю, что легче перекинуть груз ответственности на кого-то, на что-то, на события, на ситуации, на людей, но, к сожалению или к счастью, весь этот груз, изменение ситуации, лежит на вас. Верите вы в это, не верите, знаете, не знаете, это вселенский закон. Поэтому не предпринимайте прометчивых решений, особенно негативных. Старайтесь больше анализировать. Я знаю, это не очень легко. Стихия огонь и стрельцам в том числе. Вот львам легче анализировать, а вот овнам и стрельцам тяжелее. Поэтому немножечко все-таки придержите вожжи и постарайтесь все проанализировать и изменить что-то в себе, изменить отношение к ситуации. Тогда изменится ситуация. И это может касаться любой сферы жизни. Ну и общий совет для стихии огонь. Выжидательная позиция. Это для всех. И я хочу сказать, что кроме львов, которым, в принципе, может быть, надо приостановиться, чтобы не лететь во весь опор, хотя сама карта львов не быстрая, и она не позволит лететь. Для всех остальных, я знаю, что для вас это тяжело. Выжидать, ждать и анализировать. Но эта карта говорит о том, что было бы здорово немножечко остановиться и немножечко передохнуть для того, чтобы не наломать дров. Поэтому смотрите, думайте, выбор все равно ваша интересная неделя у стихии огонь. Ну, могу сказать, что мне нравится то, что вот именно из того, что я вижу, все можно поменять. Действительно, все, что не нравится, можно поменять. Ну, у львов и нравится то будет все. А вот овны и стрельцы будут ситуации, которые не совсем будут нравиться. Вот именно для овнов это что-то связанное с финансами. А вот для стрельцов тут уже зависит, что на данный момент вас больше всего волнует. Поэтому остановитесь и подождите, уберите негативные эмоции и негативные всплески, и тогда путь откроется и можно будет двигаться дальше. И это может быть в любой сфере жизни. Нужно приостановиться. Ну, что, загадываем желание. Как я сказала в начале видео, три карты на исполнение желания для каждого знака зодиака будет по одной карте, поэтому загадывайте желание правильно. настоящее время законченный глагол без части цене, без тяжелых глаголов и желание должно касаться только вас и не быть экологичным это на благо вам и без вреда всему сущему. Помните об этом всегда. Ну, что, готовы? овны. Перефразируйте. Вот это то, о чем я только что сказала. Перефразируйте ваше желание по этой карте еще подумайте, ваше ли это желание или было вам навязано. Львы. Будьте настойчивы. И по этой карте я понимаю, что отступать вы не будете. Я имею ввиду по карте недели. Я вижу, что вы отступать не планируете. Но вот тут карты на исполнение желания решили вам еще раз напомнить, что ни в коем случае не останавливайтесь, все равно идите к достижению. предвкушайте и визуализируйте. Смотрите внутрь себя и старайтесь увидеть, что же будет происходить, когда цель будет достигнута и желание исполниться. И постарайтесь прочувствовать именно вот это чувство удовлетворения, счастья и радости. Ну и стрельцы, давайте посмотрим, попросите ангелов, попросите ангелов, имеется ввиду, что да, можно именно попросить ангелов, а также вот тут я вижу ситуации попросить ангелов прежде всего, чтобы показали вам путь, как выйти из вот этого внутреннего состояния. Есть, кстати, на канале такие практики, есть плейлист советы ангелов, там вы все найдете. А также кроме ангелов можно попросить людей, чтобы помогли вам выйти из определенного состояния, которое вам мешает. Ну это я иногда говорю, это мои клиенты. Вот так люди приходят вот с такими состояниями и мы решаем задачи для того, чтобы человек вышел из этого состояния вошел в плюс, в позитив и продолжал действовать в позитивном русле, меняя по дороге свою жизнь. А я на сегодня все. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. С вами была Женя, увидимся скоро. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, практики, настрои, ритуалы. Ставьте лайк. Лайк продвигает видео и это ваш знак, что вам понравилось. Ну, а также делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Таким образом, больше людей будут на дороге к счастью. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока!